Официальная российская культура и история неотделимы от пропаганды. Любого заметного, более-менее способного, а главное полезного для России персонажа идеологически встраивают в русский культурно-исторический пантеон, оставляя в его образе только полезные империи качества. Так произошло и с Михаилом Лермонтовым, которого московская пропаганда вот уже не одно столетие выдает за российское подобие Байрона, романтизированную смесь Печорина с Чайльд Гарольдом. Реальная же фигура поэта очень и очень далека от идеалов романтизма и канонов школьной программы. Личностью Лермонтов был очень спорной и не вполне здоровой, что подтверждается профильными исследователями. Если вам дорог светлый образ поэта, то далее лучше не смотрите. Есть риск разрушения идеала. Но если правда для вас превыше всего, тогда милости просим. Будет интересно. Детство будущего классика русской литературы происходило в семье, где бушевали нездоровые страсти. Бабушка поэта прилагала огромные усилия, чтобы избавиться от нищего зятя Юрия, отца Михаила. Ее замысел удался частично. Брак разрушили не интриги тещи, а смерть матери Миши, в то время, когда мальчику исполнилось всего три года. Убитая горем бабушка сумела забрать внука себе. Она владела состоянием намного большим, чем было в распоряжении отца будущего поэта, обедневшего военного капитана. Михаил жил у влиятельной бабушки, которая всячески препятствовала общению ребенка с папой. Елизавета Арсеньева всячески порочила зятя, чем создавала у внука отрицательный образ родного отца, что в последующем привело к ощущению себя сыном ничтожества. Но это в какой-то мере компенсировалось жизнью богатого мажора, малейшей прихоти которого бабушка торопилась удовлетворять незамедлительно. Противоречие психологических установок определило дальнейшую судьбу Михаила Лермонтова. Всю непродолжительную взрослую жизнь он стремился самоутвердиться в своем окружении. Во время учебы в Императорском Московском университете он так и не нашел себе друзей среди студентов, что, возможно, повлекло за собой досрочное завершение университетского образования, Лермонтов покинул учебное заведение, не продержавшись там и двух лет. Выполняя пожелания бабушки и родственников из клана Столыпиных, Михаил поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, где учился два года. Там будущий классик русской поэзии пытался обрести авторитет среди юнкеров с рамными стихами. Именно в то время он создал пошлые поэмы «Уланша», «Госпиталь», «Стихи Ода к Нужнику» и «К Тизенгаузену». Эти довольно посредственные стихи не предназначались для печати, поскольку содержали приличное количество матерных слов. Но юнкера были в восторге. Если честно, зная Лермонтова по школьной программе, после прочтения, например, «Уланши одолевает оторопь». Хочется спросить, что это было? Настолько не вяжутся эти порнографические строки со светлым образом поэта. Это точно тот Лермонтов? Как это не прискорбно? Да. Поищите в гугле, почитайте. Или можете зайти на наш патреон, где я с выражением и без купюр озвучил эту небольшую поэму Лермонтова «Уланша». Ссылка на патреон в подсказке, описании и первом комментарии. Михаил Лермонтов привлекает внимание не только литературоведов, но и специалистов, исследующих личность – психологов и психиатров. И это не случайно. Был ли поэт здоров. В воспоминаниях современников Лермонтов предстает то душой компании, то мрачным и язвительным. Он описывается влюбчивым, склонным к любовным переживаниям, но избегающим прочных привязанностей, пишущим не только лирические глубокие произведения, но и грубые порнографические стихи. Тонко чувствующим прекрасное, но постоянно ищущим конфликты, один из которых и привел к роковой дуэли. Чем обусловлена такая противоречивость, так напоминающая расстройство личности? В 2017 году в научном рецензируемом издании «Психология и психотерапия семьи» была опубликована статья под названием «Драма Михаила Юрьевича Лермонтова. Врожденное расстройство личности или влияние семейной истории. Мнение семейного системного психотерапевта и мнение психиатра». В этой статье говорится прямо. С точки зрения психиатра Лермонтов мог страдать униполярной депрессией или биполярным аффективным расстройством, которое наряду с депрессиями характеризуется гипоманиакальными эпизодами с приподнятостью и не всегда адекватным социальным поведением, основанным на завышенной самооценке и снижении критики к последствиям собственных поступков. Спешу заметить, что это материал российских исследователей. Говорю об этом специально, ведь подобное в России часто считается очернительством либо из-за рубежа, либо на деньги злобного запада, либо и то и другое вместе. Но нет. Это российские официальные исследования. Мало того, подчеркиваю, большинство выпусков на нашем канале, где мы развеиваем исторические мифы, создано именно на основе российских официальных материалов. Это сделано специально для наших российских критиков, которые считают, что мы все выдумываем. Канал показывает то, что вы, ребята, просто не хотите видеть правду, которая находится прямо под вашим носом. Итак, помимо заметных психологических проблем, на душевном здоровье Лермонтова также сказалась физическая травма. Во время занятий с лошадьми поэт получил серьезную травму ноги, отчего затем прихрамывал до конца жизни. Увечье, нанесенное лошадью, заставило Лермонтова покинуть школу прапорщиков. На тот момент Михаилу исполнилось уже 18 лет, но его мальчишеское поведение, типичное разве что для трудного подростка, так и не прошло с возрастом. Впрочем, вероятный диагноз, как причину этого, вы уже услышали. В дальнейшем Лермонтов вообще пытался самоутвердиться за счет социально неприемлемых действий, что и повлекло за собой его гибель. Современники вспоминали, что как человек он был мелочен и несносен. Он обожал отыскивать в людях комические черты и преследовать своих жертв, доводя их до иступления. Поэт всячески унижал приятеля Николая Мартынова так, что стоит удивляться, как тот не разобрался с обидчиком намного раньше их роковой дуэли. Например, Лермонтов искажал фамилию приятеля, вместо Мартынова называл его Мартыш, то есть Мартышкой-обезьяной. Насмешки и издевательства над Мартыновым подтверждают свидетельства очевидцев и письма поэта. Мартынов долго терпел издевки и проделки приятеля, но человеческое терпение не бесконечно. Однажды оно оборвалось, как считается, из-за попыток Лермонтова склонить к близости небезразличную Николаю женщину. Дуэль была неизбежна, и Мартынов произвел выстрел, несовместимый с капризной и избалованной жизнью своего обидчика. Поединок, кстати, был нетипичным, но вполне в духе Лермонтова. Около 7 часов вечера 15 июля 1841 года противники сошлись в дуэли. Ну как сошлись? После команды «Сходись» Лермонтов остался стоять на месте. Мартынов подошел к барьеру. Начался отсчет. По договоренности считали до трех. Стрелять можно было между счетом 2 и 3. Однако, по счету 3 никто не выстрелил. Секундант крикнул «Стреляйте, или я развожу дуэль». Лермонтов тут же ответил «Я в этого дурака стрелять не буду». Мартынов скинул пистолет и прогремел судьбоносный выстрел. Российская пропаганда настолько постаралась сделать Лермонтова невинной жертвой, а Мартынова негодяем и преступником, что очень типичен следующий факт. В 1924 году в бывшую усадьбу Мартынова Знаменская, где он был захоронен, переселилась Алексеевская школьная колония бывших беспризорников, ученики которой в порыве мести за убийство Лермонтова разорили склеп, а останки Мартынова утопили в ближайшем пруду. Но перенесемся в 1840-й, за год до дуэли. Для полноты образа Лермонтова в нашем небольшом обзоре не хватает кавказского периода поэта, тем более, что его тяга к самоутверждению поспособствовала весьма неоднозначным с моральной точки зрения военным достижениям. Непродолжительное время он возглавлял отряд абреков, общаться с которыми странились даже самые отпетые кавказские негодяи. Немного контекста. Во время захватнической войны Российской империи на Кавказе сын героя войны 1812 года Ивана Дорохова создал отряд головорезов из местного населения, причем из воров, убийц и разбойников. По сути, это был аналог современного ЧВК Российского разлива. И в этом событии знаменательно все. Иван Дорохов, отец создателя карательного отряда, прославился во время войны Российской империи с Наполеоном. Если император Бонапарт стабилизировал Францию после Великой революции и утвердил развитие общества на основе liberte, egalite, fraternité, свобода, равенство, братство, то Иван Дорохов защищал режим авторитарного абсолютизма, действовавший на основе самодержавия, православия и крепостного права. А его сын Руфин понес основы московского рабства и колониализма свободным народом Кавказа. Ему удалось собрать отряд из лиц, которых сторонилось приличное кавказское общество. Стоит ли вспоминать, что этот тип Руфин дружил и с Пушкиным, и Лермонтовым. После ранения Дорохова бесчестия возглавить этих кавказских манкуртов и харциз выпало нашему герою Михаилу Лермонтову. Считается, что Лермонтов взялся за это дело, чтобы получить правительственные награды и выйти в отставку. Учитывая его психотип, характер и душевную нестабильность, можно утверждать, что стихотворец руководствовался также мотивами самоутверждения. 26-летний юноша во главе целого карательного отряда отпетых наемников-негодяев. В банде, то есть в отряде, находились исключительно добровольцы, проверенные лично Руфином Дороховым. Внешне они напоминали чеченцев, носили их одежду и оружие, были бородатыми и брили головы наголо. Лермонтов охотно принял условия карнавала, стараясь ничем не отличаться от подвластных ему головорезов. Жаль, что поэта в таком образе никто не изобразил, но мы можем пофантазировать на эту тему. Согласно воспоминаниям приятеля Лермонтова князя Владимира Голицына, классик московской литературы руководил отрядом харцизов совсем недолго, находясь первым на коне, последним на отдыхе. Подростковая бравада Лермонтова, по утверждениям Голицына, нашла отклик у московского офицерства. Отличная служба поручика Лермонтова и распорядительность во всех случаях достойны особого внимания и доставили ему честь быть принятым господином командующим войсками в число офицеров при его превосходительстве находившихся во время второй экспедиции в Большой Чечне с 9 по 20 ноября. Отряд ЧВК Лермонтова-Дорохова воевал совсем не так, как положено регулярной воинской части. Банда Абреков избегала прямых столкновений с войском противника. Вместо этого использовала тактику диверсионной войны, засады, захват пленников и заложников, шантаж проводников-горцев. И это при условии численного и технологического превосходства столичных колониальных войск, не говоря уже об экономической составляющей противоборства империи с небольшими княжествами горцев. Действие группы Дорохова-Лермонтова подпадает под определение карательного отряда, даже по меркам тоталитарного СССР. В коммунистической империи существовали войска особого назначения главного разведывательного управления, на которые возлагалась функция военной разведки. Именно эти подразделения получили название спецназа. Отряд Дорохова-Лермонтова занимался карательными операциями, как подразделение ЧОН или ОСНАЗа, частей особого назначения НКВД СССР. То есть действия головорезов Дорохова-Лермонтова ничем не лучше преступной деятельности чекистов, устроивших, например, Черекскую трагедию или депортацию карачаевцев, балкарцев или войнахов. Отряд Лермонтова отличился 27 октября 1840 года атакой на обоз чеченских мюридов. Ему удалось отбить у горцев стадо скота, то есть лишить провизии воинские части борцов за свободу Кавказа. 28 октября обреки Лермонтова обнаружили засаду горцев и фланговыми неожиданными атаками заставили их покинуть позиции. 30 октября в битве на реке Валерик лермонтовские обреки зашли в тыл горцам, не выдержавшим давления регулярных царских войск, и просто устроили резню кавказцев, пользуясь ошеломлением отступающих. После этого Лермонтов получил отпуск и отбыл 6 ноября в Ставрополь, где принялся обмывать шампанским свои военные победы. Но радовался будущий российский классик преждевременно. Царь Николай I отказался награждать Лермонтова как отличиями, так и увольнением в отставку из армейских рядов. Поговаривают, что это произошло из-за царского недовольства стихами Лермонтова на смерть поэта, в котором Михаил обвинил толпу, стоящую у трона в смерти Пушкина. Это безосновательное обвинение. Царь благосклонно относился к трубадуру московского империализма Пушкину. Даже уплатил все долги погибшего поэта и назначил пенсию членом его семьи. Пушкин погиб вовсе не из-за преследования царским режимом, с которым был на короткой ноге. Пушкинский разврат, посягательство на чужих жен, ревность к своей – вот настоящая причина, по которой известный бабник получил пулю. Обвинение Лермонтовым царского окружения беспочвенно, поэтому реакция императора на выходки мажора, избалованного бабушкой, вполне естественна. Царь оценил по достоинству заслуги Лермонтова и не только не назначил ему награду, а даже приказал вернуться поручику на всеобщую военную службу. Поговаривают, что, получив известие о гибели Лермонтова на дуэли, император Николай сказал «Собаке – собачья смерть». Подытожим. Михаил Юрьевич Лермонтов – классик русской литературы и одновременно ярко выраженный социопат, избалованный несносный мажор, страдающий расстройством личности, «Командир отпетых головорезов в карательных операциях против народов Кавказа». Впрочем, совсем не странно, что считают его в России вместе с Пушкиным чуть ли не противником царизма, в то время как оба поэта были имперцами с головы до ног. Вспомните хотя бы брошюру на взятие Варшавы со стихами Пушкина «Как радовался поэт подавлению польского восстания против русского царя». Лермонтов не ушел далеко. Он, например, написал патриотическую оду Инвективу под названием «Опять народные витии», перекликающуюся со стихами Пушкина. Мне совсем не странно, что считаются эти поэты в России вольнодумцами и критиками царизма. В России все всегда перевернуто с ног на голову. Имперцы – вольнодумцы. Оруэловское двоемыслие. Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила. Ну, в общем, вы в курсе. Спасибо, друзья! Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Заходите к нам на Патреон, там лежит дополнительное видео. Пользуйтесь новой функцией Ютуба-спонсорства. Также напоминаю, что мы есть в Телеграме и Твиттере. Все ссылки в описании. Присоединяйтесь всем украинцам скорейшей победы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин